Братья, скажите, как быть в посте во время беременности и кормления ребенка грудью? Врачи категорически не рекомендуют. Спасибо. Друзья, первый день нашего лагеря была тема «Хочешь ли быть здоров?». И там мы насчет поста и во время кормления, и во время беременности, мы об этом уже говорили. В принципе, я одобрительно отношусь, если женщина во время беременности и во время кормления грудью постится. Тем не менее, если ей это трудно, и она считает, что для нее полезнее не поститься, я к этому отношусь спокойно. В конечном итоге она определяет, поститься или нет. Но очень многие примеры я знаю, что обычно один день поста не влияет на молоко, на наличие молока грудного и на течение беременности. Обычно не влияет. Отличается ли скупость от чрезмерной бережливости, и не является ли эта бережливость грехом? «Если большая семья живет только на детские пособия, в то время как у отца есть большие накопления, и он не может выделить жене лишнюю тысячу на нужды семьи, так как считает, что этих денег нет. Это нормально? Детям очень редко покупают сладости, вообще никогда не бывает развлечений, за которые нужно платить. Игрушки есть только те, которые им подарили посторонние. Зато отец часто дает другим взаймы и иногда помогает другим семьям». Братья и сестры, я считаю, что в этой семье что-то не так. Ну, в частности. Написано, будут двое, одна плоть. И я не представляю, что у меня деньги свои, а у жены свои. Я не представляю. У нас есть дом, это наш дом. Даже если бы я его построил до брака. Есть машина, это наша машина. Есть деньги, это наши деньги. И распоряжаться деньгами супруги должны сообщать. Нужно что-то купить, обговорили. Кому-то подарить, обговорили. И все это решается сообщать. Я не представляю, что можно жить на детские пособия. Я не представляю. Я же знаю материальный уровень жизни в нашей стране. На детские пособия прожить невозможно. Если у мужа, кстати, по той записке, вот у отца, ну как бы у отца и у дедушки. Речь идет о муже. Если у мужа есть накопление, которое он считает тратить нельзя, он должен ежемесячно зарабатывать достаточно денег для содержания семьи. И семья не должны жить в скудости или в проголодь. Он тогда должен работать и все. И даже нетронутый запас, он должен быть нетронутым сообща. Не по его личному решению. Но если он не зарабатывает денег регулярно, ежемесячно, значит, нетронутый запас, он должен быть тронутым. Его надо тогда расходовать. И эти вопросы, безусловно, должны решаться сообща. Считаю, что глава этой семьи поступает крайне неправильно. Ему надо покаяться и изменить отношение к деньгам. Братья, у меня серьезный вопрос. Ну, здесь просьба эту записку не читать. Я прошу прощения. Я немножко расскажу содержание в очень сокращенном варианте. Здесь речь идет о ревности. То, что имеет место ревность иногда в семьях. Кстати, это явление распространенное, что в семье ревность. Более ревнивые женщины, чем мужчины. Это по практике. Хотя иногда бывают ревнивые и мужья. И по тексту записки ревность как бы оправданная. Ну, в том смысле, не в смысле оправдания, а в смысле есть основания для ревности. Кстати, друзья, я скажу так, что чаще, по опыту моего служения, ревность чаще основания не имеет. Дьявол заинтересован в разрушении семьи. Он одному из супругов вселяет чувство ревности. И от этого семья очень тяжко страдает. Очень тяжко страдает. Тем не менее, иногда ревность имеет основания. Но в тексте записки я предполагаю, что ревность имеет основания. Если муж как-то поддерживает какие-то душевные отношения с кем-то, или какая-то женщина ему пишет смс-ки, в этих смс-ках комплименты, ну и все такое. Вот. И у жены появляется ревность. И вопрос в записке, может ли она мужу сказать, ну какое-то о своем переживании, какое-то предостережение. Ну вот так примерно. Друзья, вот мы слышали сейчас проповедь, написано, «Уста свои она открывает с мудростью и кроткое наставление на языке у нее». Во-первых, если имеет место ревность, об этом надо молиться. И если кто-то из супругов уверен, что есть основания для ревности, безусловно, об этом можно аккуратно сказать. И вместе молиться об этом. Ну, например, сказать Алеша, или, скажем, там, Саша, вот ты знаешь, у меня такое переживание. Вот у меня есть переживание в отношении, ну каких-то отношений там с Аленой, скажем. Вот Алена тебе смс-ки пишет и так дальше. У меня от этого появилась ревность. То есть, если она поговорит с ним мудростью, кротко и аккуратно, я считаю, что, в общем-то, Бог может дать победу. При совместной молитве Бог даст победу. Скажу некоторые предостережения. Я считаю, мой телефон, содержание моего телефона должно быть доступно для всех. Если муж или жена блокируют телефон, что супруг не может туда попасть, чтобы посмотреть что-нибудь, я считаю, здесь что-то не так. Здесь что-то не так. Значит, у меня идет какая-то или тайная переписка, или тайные звонки, о которых я не хотел бы, чтобы жена знала. Или, может быть, я в интернете там какие-то следы оставляю и переживаю, чтобы кто-то эти следы видел. Или так дальше. Я считаю, блокировать телефоны не следует. А если сам механизм заставляет блокировать, значит, жена должна иметь легко доступ, чтобы посмотреть, что у меня там в телефоне. Ну, вот так примерно. То есть, мы должны вести себя предельно, чтобы не дать повод для ревности. Является грехом такое явление, как послеродовая депрессия. Если женщина долгое время после родов не может физически восстановиться, проявляется депрессия. И безразличие к ребенку. Как с этим справляться? Друзья, послеродовая депрессия бывает. Я считаю, что это болезнь. Рекомендую в этом случае совершить молитву с помазанием елеем, чтобы депрессия прошла. Просто здесь больше речь идет о ударении на физическую болезнь. Друзья, депрессия – это душевная болезнь, но это болезнь. А если человек болен, то надо исповедоваться и молиться с помазанием елеем. Николай Степанович, если предохранение от беременности – это грех, то почему оно не наказывается в церквах? Ведь много семей явно предохраняется. Друзья, я бы в этой записке написал, ведь некоторые семьи предохраняются. Ну, думать, что много семей предохраняется, я вообще так не думаю. А некоторые, я верю, что предохраняются. Кстати, друзья, есть некоторые записки, связанные с деторождением. Я их отложил, потому что, скорее всего, у нас тема деторождения будет. Просто, возможно, она не будет очень широкая, но, по крайней мере, она предполагается сегодня вечером. Если мы не сможем, значит, мы тогда ответим на все записки, касающиеся деторождения. Записки интимного характера, мы их тоже отложили, потому что, скорее всего, вечером об этом будем говорить. И о деторождении, и об интимных вопросах. И тогда мы откровенно ответим. Ну, и, наверное, более предостережемся, чтобы не было доступа здесь посторонним. Ну, вот так. В отношении этой записки. Почему не наказывают в церквях за предохранение от беременности? Друзья, вообще, я думаю, что вот мы, служители, стараемся быть осторожными в плане бесед с членами церкви на интимные вопросы. Ну, например, в плане деторождения. Ну, скажем, нету ребенка, ну, нету беременности два года или три года. Я не думаю, что мне надо обязательно побеседовать, предохраняются ли они или нет. Я вообще так не думаю. Потому что в плане деторождения мы стараемся воспитывать. Воспитываем в наших лагерях. Постоянно мы об этом говорим. И проходят семейные в церквах. Мы об этом тоже говорим. И вообще взгляд, который в братстве на деторождение, в общем-то, он всем известен. И поэтому вот ни с того ни с сего по малейшему подозрению задавать эти вопросы, ну, я, например, стараюсь не делать. Потому что нет беременности, например, два или три года. Вообще это почти нормально. Ну, например, у нас не было беременности шесть лет. У меня с женой не было шесть лет. Совершенно мы не знали, почему. Ну, и в общем-то, нам никто не задал вопрос, почему. В общем-то, мы никогда не предохранялись, никогда у нас не шел вопрос о том, чтобы детей было бы меньше. Но два-три года у нас были перерывы. Были перерывы один год. Один перерыв был шесть лет и так дальше. Поэтому я не думаю, что обязательно служитель должен быть тут, как тут, и спросить, почему нет беременности. Год прошел, почему нет беременности. Вы там не предохраняйтесь случайно. Ну, и так дальше. Ну, вот так. Поэтому, друзья, вот я так думаю. Но, тем не менее, если я узнаю, что кто-то предохраняется. Ну, допустим, я узнал, да? Сами сказали или кто-то сказал. Ну, и так. Ну, скажем, живут по графику. Я не думаю, что мы бы тут же взяли на замечание или отлучили. Но, скорее всего, я бы перестал допускать до служения этих людей. Я бы не давал проповедовать или, скажем, там, какой-то труд совершать. Не думая, что люди, которые живут, ну, вот в этом плане неправильно, и что понимали, труд в церкви совершать. Наверное, мы бы увещевали сначала, прежде чем какие-то более решительные меры. За некоторые формы предохранения, я считаю, правильно было бы в церкви наказать. Николай Степанович, как вы относитесь к тому, чтобы молодая семья взяла ипотеку на жилье, так как живут с родителями? Друзья, я неодобрительно отношусь, если люди берут кредит. Я отношусь неодобрительно. Тем не менее, я этому не препятствую. И, в общем-то, если решили взять ипотеку, ну, это их право. Это их право. Тем более, что если нету своего жилья, и заработок позволяет выплачивать ипотеку, то я не считаю грехом ипотеку взять. Есть христиане, есть служители, которые вообще считают, что любой взять в долг, взять взаймы – это грех. Библия запрещает. Я так не считаю. Библия не запрещает взять в долг. Ну, например, если брат у тебя просит взаймы, как Библия учит, то дай ему. Но Библия подразумевает, что брат просит взаймы. И Библия говорит – дай. Если бы взять взайм – это был грех, значит, не давай ни в коем случае. Если у тебя брат взайм – не давай. А Библия говорит – дай. И даже не требуй назад. Ну, вот так. Ну, иногда говорят – нельзя иметь долг, потому что если будет взятие церкви, значит, а у меня долг, значит, я долги не отдам, и Христос нас на небо не возьмет. Если у вас долг перед банком, и будет восхищение церкви, то проблем не будет. Ваше жилье заберет банк. Вы без долгов на небо пойдете. И все, да. Объясните, пожалуйста, нужно ли постоянно носить косынку, или только, когда молишься, как написано – молящаяся. Братья и сестры, у нас в братстве принято, что женщина замужняя всегда и везде носит покрывало. Всегда и везде. И еще, у нас принято, если женщина разведенная, и у нее нет мужа, она тоже носит покрывало. Или вдова, у нее тоже нет мужа, она тоже носит покрывало. Так у нас принято во всех церквах. И этого правила следует придерживаться. Доктринальную часть я бы просто не подводил под эти вопросы. Вот так и все. А, в общем-то, я считаю, что надо быть везде покрытой женщине замужней. Продолжение следует...